Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости за декабрь 2018 года и жизни Мордовии будет комментировать Виктор Борисович Махаев, председатель Мордовского регионального отделения Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест ИКОМОС. Первая новость заключается в том, что 25 декабря на 20 маршрутах в Саранске общественного транспорта была повышена стоимость проезда в частных предприятиях до 23-25 рублей, а 28 декабря повысили и стоимость муниципального транспорта до 19-20 рублей. И приводится статистика, что в Саранске среди столицы привозок федерального округа цена за проезд на общественном транспорте одна из самых низких. Как бы Вы прокомментировали эту новость? Давно пора повышать. Тарифы на перевозки пассажирского транспорта, допустим, в Рязани, стоимость проезда 47 рублей. С этим все ясно. На троллейбусах, автобусах, да? Да. В два раза больше, да. Чтобы приблизить ее к рыночной, чтобы часто ходили автобусы, чтобы им было это выгодно, да? Ну, наверное. А иначе неделю по полчаса ожидается на остановках? Да. Должен быть доход. Вторая новость заключается в том, что в конце прошлого года Москва утвердила кандидатуру новых ректоров для трех мордовских вузов. 17 декабря в правовой академии сменился ректор. Вместо Надии Незамединовны Азисовой, которая два года назад только стала ректором, стала предыдущей директором. А вот смененный директор информации столицы С как бы уличена правоохранительными органами в чем-то таком странном. Ну, другое мнение, что ничего здесь нет такого нехорошего, а просто обычное бюрократическое изменение. А в кооперативном институте 7 ноября и 27 декабря в педагогическом институте сменились ректора по причине достижения прежнего ректора предельного допустимого 70-летнего возраста. В кооперативном вместо Кевлина Бориса Федоровича стал Роман Раисович Хайров. Интересно, что он сын председателя Мордовской республиканской организации профсоюза работников среднего малого бизнеса. А в первом институте ректором стала дочь председателя госсобрания Мордовии Владимира Васильевича Чиберкина Марина Владимировна Антонова. Она работала в университете на кафедре финансовый кредит, принимала у меня зачет, поэтому, мне кажется, умный, хороший ректор. Но это субъективная точка. Как бы вы оценили вообще систему об этих вузах, как бы вы их оценили, работу, и в целом такую процедуру замены ректора по родственному признаку? Я, разумеется, не могу оценить работу этих вузов. Надеюсь, что там все прекрасно. Но хочу сказать, что в последние годы деятельность вуза направлена не на подготовку грамотного выпускника, специалиста, как раньше говорили, а на изготовление чётных документов. Так что, если вот эти вот товарищи, которые оказались в ректорских креслах, справятся с этой миссией, то все прекрасно. Главное это – отчитаться перед министерством. А еще у нас должны справиться с миссией органы по борьбе с организованной преступностью Мордовии. Потому что третья новость в том, что 4 декабря в 13.05 в обед один из соучредителей гостиницы «Саранск» вошел через черный вход в здание вместе со знакомым. Его зовут соучредителя Владимир Владимирович Сипров. И вот этот знакомый выстрелил из пистолета ТТ по животу и по ногам. Операция прошла успешно. А вот того, кто стрелял в следственный комитет, идентифицировал как Владимира Дмитриевича Антяскина. И по информации «Столицес» оба имеют косвенное отношение к одной из преступных группировок. Но это мнение газеты. А еще есть факт интересный, что у этой гостиницы «Саранск» такая не очень хорошая история. Потому что в 2003 году тоже одного из руководителей гостиницы ножом ударили. И до сих пор сын убитого говорит, что никакой информации по поводу убийства отца нет. Как бы вы оценили работу наших правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с организованной преступностью? Ну, если кого-то поймали, то это хорошо. Но то, что вот у нас убивают, могут завязать или пристрелить, это, конечно, очень прискорбный факт. Давайте, товарищи, бандиты без огнестрельного и холодного оружия обойдемся. Такой призыв. Еще есть один прискорбный факт. Это уж вообще трагедия просто. Но смотрите. 18 декабря, поздней ночью, в поселке Комсомольском и селах Алексеевка Киржимана Чамзинского района произошло очень эстетически красивое событие. Произошел аварийный выброс в атмосферу цементной пыли. С предприятия, как предполагается, мордов цемента. Это покрылось пол поселка Комсомольском, и телекамеры снимали. Это было очень красиво, производило впечатление очень такое интересное и захватывающее. Проверку осуществили государственные органы. Штатный эксперт Роспотребнадзора сказал, что в воздухе вредных, допустимых концентраций, предельно допустимых концентраций в воздухе вредных веществ не обнаружено. Или он не хочет допустить паники в регионе, что в каком-то смысле его, как сказать, говорит о том, что он заботится об обществе. Или он просто вводит заблуждение в связи с, как сказать, некачественным выполнением своих обязанностей. Или просто, может, тому времени уже пыль осела на снег, и поэтому в воздухе концентрация не обнаружена. А заместитель главврача комсомольской больницы сообщил, что такая пыль, она проникает в дыхательные пути и приводит к хроническому бронхиту, к хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме и другим аллергическим заболеваниям. Теперь, к чему это приводит? Мордовия на четвертом месте по количеству онкобольных. У нас больше 25 тысяч. По количеству новых заболевших раковыми заболеваниями мы на 20-м месте. 16% выше среднего по России. В год у нас от ракового заболевания умирают больше 1 тысячи человек. По... Так, где уговорю? Всего мужчины в Мордовии больше всего рак, это рак легких. Привет, мордовцы, менту. До 80%. А у женщин рак молочной железы. На третьем месте опухоль желудочно-кишечного тракта. Но все будет хорошо, потому что 25 декабря в госсобрании приняло новый бюджет. На здравоохранение выделяется на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. И вообще будут строиться в следующем году онкодиспансер, детская поликлиника, диализное отделение клинической больницы. Кроме того, в следующем году у нас будут строиться вертолетные площадки для санитарной авиации. В 2020 году уже вертолеты по всей Мордовии будут летать, спасать людей. Пострадавших в ДТП глава республики в конце года 10 машин скорой помощи. Как сказать, подписал, раздал ключи, они поехали. И вообще за последние три года 97 новых автобусов в школе поступило и 50 машин скорой помощи. И вишенка на торте 29 декабря. Статистика по бешенству среди животных в три раза выше, чем в прошлом году. 23 случаи бешенства. Как бы вы проанализировали связь между экологией и выбросами вредных веществ? В связи с тем, что промышленность у нас очень хилая, у нас экология очень хорошая. В отличие от советских времен, от 80-х годов, когда все воняло и было все, конечно, очень прискорбно. Химическая промышленность подсветала тогда. Вот, но сейчас в связи с отсутствием промышленности, серьезно говорить о плохой экологии, наверное, уже и не нужно. Вот, тем не менее, мы видим, конечно, уровень заболеваемости, конечно, очень высокий разными плохими болезнями. Вот, наверное, все-таки это не столько экология здесь, не столько выбросы промышленных предприятий вредят здоровью, а, наверное, стрессы и плохое питание, я бы так сказал, больше губят здоровье именно вот эти факторы, чем выбросы промышленных предприятий. Виктор Борисович, тогда по поводу стрессов и плохого питания. Следующая новость. Значит, она вот в чем заключается. 28 декабря Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике Мордовия возбудили уголовное дело против исполняющего обязанности начальника исправительной колонии 14 Юрия Владимировича Куприянова. Четыре года назад Надежда Андреевна Толокольникова, когда сидела у нас в лагерях мордовских знаменитых, она написала письмо, что здесь с раннего утра до поздней ночи, до трех, до часу ночи на швейном производстве их заставляют трудиться, получают по несколько сот до нескольких тысяч рублей зарплаты, избивают, унижают, сажают в карцер. Круговая порока идет давлением на тех, кто не выполняет план, без всякого добровольного согласия. Но тогда как бы не приняли к сведению, уголовных дел не было, но руководителя колонии все-таки отстранили. И жену руководителя колонии, которая одновременно, по счастливой случайности, была замначальником ГУФСИМ по Мордовии, Светлану Кулагину тоже отстранили. А заместителя повысили до начальника, и вот через четыре года на этого исполняющего обязанности начальника завели уголовное дело. В результате рассмотрения жалобы другой, уже заключенной, Багаевой Индиры Эдуардовны. Спасибо ей за гражданскую ответственность, но активность. Также была проведена проверка в колонии номер 13 в Мордовии тоже. В начале декабря, 10 декабря, прокуратура на своем сайте сообщила, что те же самые, без всяких безопасности труда, заставляют без санитарной гигиены трудиться, работать на благо руководителям колонии. А начиналось для сотрудников пенитенциарного ведомства Мордовии все очень радостно. 3 декабря руководитель в СИН Мордовии Леонид Викторович Мустакин провел заседание с представителями компании «Востоксервис». Это крупнейший в России разработчик, производитель и поставщик спецодежды. И они обсуждали, как повысить объемы, ассортимент, качество и так далее. Потому что наши лагеря для этого шьют, для этой организации знаменитой. Вот как бы вы это прокомментировали, Виктор Борисович. Для меня вообще надежда лаконьего, это образец чистый, честная девушка. И крупного отечественного художника. Вот поэтому та критика, которая прозвучала в адрес руководства колонии в свое время, она была, конечно, очень эффективна. К сожалению, в свое время мы не откликнулись на эту критику. А жаль. Надо слушать умных, честных, красивых девушек. Виктор Борисович, а как кандидат искусствоведения, не могли бы в нескольких словах охватилизовать творчество их пангруппы? Потому что оно очень современно, оно очень непонятно, под какие шаблоны подводить. Но так как вы ученые, вы могли бы сформулировать, как нам нужно стоит оценивать. Ребята, все очень просто. Мы забыли свою традицию русскую, национальную. Это скоморохи, это юродивы. Вот то, что показывала эта группа в Москве, в других городах, на выставках, это типичный пример русского народного юродства. На Руси всегда относились к юродивам очень благожелательно. И как-то с вниманием, опекали их. Почему мы так относимся к современным юродивам? Негативно, со злостью. Мне кажется, это не тактично, не этично. И вообще мы потратили многое из того, что было характерно для традиционной русской культуры. Это такое отношение к юродивам. Это типичное юродство, замечательно выглядело. Для тех, кто не понял, мы говорили о группе Пусть Райт. Следующая новость заключается вот в чем. Вначале вот что. Три цифры по зарегистрированным случаям коррупционных преступлений. Первое. На круглом столе замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД ПРМ Михаил Сергеевич Бажанов сказал, что за год пресечено 64 коррупционных преступления. Через несколько дней пресс-служба МВД по Мордовии сообщила, что не 64, а 200 коррупционных преступлений. 27 декабря, через две недели, прокурор Мордовии Александр Андреевич Филимонов сообщил, не 64, не 200, а 86 фактов взяточничества. Ну, наверное, я что-то не разбираюсь в статистике. Возможно, все это укладывается и, как сказать, сопоставимы цифры. Но самая интересная новость вот в чем. Я думаю, что на пресс-конференции наш прокурор Мордовский Александр Андреевич Филимонов сообщил, что в 2019 году прокуратура переедет из здания на улице Льва Толстого в другое здание, скорее всего, напротив, который там находится, Мордовский таможенный пост. И прокуратура займет несколько этажей после проведения там ремонта. И у меня версия, что, скорее всего, зеленый трехэтажный особняк на улице Льва Толстого снесут. И как бы вы, человек, как неравнодушный к этим делам, это относитесь? Ну, возможно, разрушение улицы Толстого дальше пойдет. И будет защищено еще одно историческое здание, к сожалению. Там затевается строительство крупного административного корпуса, арбитражного суда. Туда, видимо, какие структуры переедут. Возможно, и прокуратура какая-то туда переедет. Трудно сказать пока. Видимо, дележ помещений будет, когда здание будет возведено. Но я боюсь, что проект был переделан, здание было расширено. С тем, чтобы снести еще одно здание. Вот такая вот у меня сейчас версия. Потому что я знаю, что в последние дни этот проект был немножечко переделан. А вы имеете в виду прокуратуру или жилое здание с другого боку от ФСБ? Нет, я имею в виду здание, которое будет построено на месте ФСБ, которое снесли. Там сейчас большая площадка строительная. Может быть, аппетиты у наших службиков такие, что потребовалось еще один участок прибрать к рукам. Вот. И такое может быть. Жалко вам здание? Да, жалко. Почему? Ну, потому что череда маленьких зданий все-таки сообщала этому пространству такой уютный вид малого города исторического. Хотя здания были не очень старые. Тем, что было ощущение, что это такие исторические старые здания. И они формировали такую довольно приятную среду. имитировали старый город. Но если их не будет, и появится одно крупное здание в четыре этажа, ну, это будет очень такое грубое вмешательство в среду. Очень грубое. К сожалению. И опять в центре города появляется у нас такой монстр с устрашающим названием. Нет, чтобы там было что-то для горожан, для детей, для культуры, для общепита, для искусства. Но вот, к сожалению, вот так вот. Исходя из этого, следующая у нас новость – туристическая привлекательность Мордовии. 20 декабря Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» опубликовали результаты совместного исследования, по которому Мордовия из 85 регионов находится на 71 месте внизу. Но есть и приятные у нас достижения, чем мы можем гордиться. Те же организации другое исследование опубликовали и 21 ноября. И там в номинации «Загородный отель» третье место заняла наша Мордовская база отдыха от Рада. В номинации «Заповедники и парки» первое место занял наш Мордовский государственный природный заповедник имени Смедовича и Национальный парк Смольный, объединенный. И первое место занял в номинации «Региональный музей» Виктор Борисович, музей имени Эрзи. Кроме того, Министерство культуры опубликовало ежегодный сборник «Лучшие практики этнографического туризма в Российской Федерации». И там в топ-10 популярных этнографических фестивалей и праздников России лета 2017 года по версии аналитического агентства «Турстат» вошел и национально-фольклорный праздник «Велин Оскс». Кроме того, Мордовия входит в группу регионов с максимально социально-политической устойчивостью. Об этом говорят результаты ноябрьского исследования фонда «Петербургская политика». Наша Мордовия на седьмом месте. Кроме того, по подсчетам Центра экономических и политических реформ, Мордовия находится по числу протестных акций на 79-80 местах. Владимир Дмитриевич Волков 17 декабря сообщил, что мы ставим перед собой задачу увеличения туристического потока в республику, и туризм – это одно из приоритетных направлений нашей инвестиционной политики. Мне кажется, на туризм возлагает какие-то очень завышенные надежды, большие, совершенно неоправданные. Ну, конечно, туризм надо называть, как и другие сферы, какого-то обслуживания культурного, спортивного и другого, паломнического модультуризма. Но ждать от него каких-то очень больших таких вот дивидендов, большого дохода, это, конечно, очень наивно. Ну, есть туристические регионы в стране, допустим, побережье Черного моря, Крым, Кавказа, вот такие вот, Северный Кавказ, конечно, это крупные такие туристические регионы. У нас есть Золотое Кольцо, которое тоже является таким крупнейшим, интереснейшим туристическим маршрутом. У нас есть Москва и Петербург, Казань, вот такие города, которые привлекают многие тысячи туристов. Но говорить о том, что такая глубинка сможет привлечь миллионы туристов, это, конечно, так очень смешно. Но прям 71 из 85 соседствуют с неспокойными республиками Северного Кавказа и удаленными северными регионами Якутии, Чукотки, Магаданского области. Неужели мы вот настолько удалены и неспокойно? Да, но там должны быть где-то 70-е места, потому что не так много у нас достопримечательностей, не такая шикарная у нас природа, у нас довольно хилое обслуживание туристов, гостиничный комплекс не такой развитый, этнотуристический комплекс у нас в зачаточном состоянии находится. Ну, конечно, приятно, что музей Эрзи у нас такой знаменитый, известный, и он на слуху в России, за рубежом, это, конечно, очень отрадно. Замечательно, что заповедник Минисведомича тоже очень мурно развивается последние 5 лет, наверное, и там новые услуги предлагаются, и научная работа там ведется, и вообще там активность такая очень хорошая, приятная. Это тоже замечательно, конечно. Но ждать, что в Семникове или в Саранске тысячи туристов повалят, это, конечно, очень большое ожидание, напрасное. Дело в том, что и музей, и заповедник, и города, и другие предприятия культуры, спорта, мы делаем для себя, для тех людей, кто живет в городе, кто живет в поселке, кто живет в районе. Вот для этих людей мы и должны создать какую-то интересную такую жизнь, комфортную среду, чтобы были разные учреждения, чтобы был общий пицц, чтобы были магазины, чтобы были развлечения, чтобы были библиотеки, чтобы были учебные организации. Мы делаем это для себя, для тех, кто тут живет. Вот кто главный адресат всего этого. Ну, нам будет приятно, если кто-то приедет сюда, посмотрит, как тут у вас в Мордовии поинтересуется, что-то может понравиться, но ждать, что это будет очень большой доход, ну, это, конечно, не стоит. Это привлечение этой сферы. Следующая новость, Виктор Борисович. Дело в том, что свято-троица Серафима Дивеевский монастырь Нижегородской епархии раньше относился к Кардатовскому уезду, поэтому будем считать, что это наша мордовская новость. И новость заключается в том, что 28 декабря имя настоятельницы этого крупнейшего в России женского монастыря Игуменьи Сергии в Мируана Александра Георгиевна Конкова ее имя Нижегородское интернет-издание «Коза» обнаружило в недавно рассекреченной Латвии картотеке Республиканского комитета госбезопасности Национального архива Латвии. Там 10 тысяч отсканированных карточек И, Игорь Борисович, я секретный документ, только никому не говорите, передаю вам на рассмотрение. В 91-м году она указана Алексею Второму была назначена руководить этим крупнейшим женским монастырем. Завербована она была в каком-то же там году-то, в 87-м, да, 3-го февраля, агент номер 22957. Как бы вы это прокомментировали? Ну, это обычная история. То, что сейчас в этом монастыре бурно развивается бизнес, паломнический, ну, это прекрасно. Собственно, люди к этому стремились зарабатывать, зарабатывать большие деньги, чтобы приезжали туристы туда, чтобы там они получали то, что требуется в этом известнейшем монастыре. Это все закономерно. Так, наверное, должно быть. И просто для многих других монастырей, как вот, может, так вот, очень активно по-делокому отнестись к тому, что ты имеешь по-хозяйски. Вот. А вот эта вот история 80-х годов в Прибалтике, ну, это тоже, в общем, ничего удивительного нет, потому что многие люди, которые были настоятелями в храмах, они были вынуждены сотрудничать с органами, вынуждены были. Это, может быть, не их желание, их заставляли, и тут никуда не денешься. Но как ведь можно было сотрудничать с органами? Можно было стучать на всех подряд, а можно как-то, ну, так вот... Ей не исповедовались, исповедовались, исповеди ей не делали, она, скорее всего, формально выполняла свои обязанности. Да, а можно было как-то вот увильнуть от, так сказать, активной работы, как-то вот, ну, более гибко себя повести, то есть согласиться с сотрудничеством, но фактически не сотрудничать. Вот. Я думаю, таких вот очень много было людей, которых заставляли, но которые фактически ничего плохого не сделали. Вот. Ну, для меня тут самый такой вот яркий пример, Лех Валенца. Лех Валенца. Конечно, когда он был лидером профсоюзов в Гданьске, ну, разумеется, его принуждали к такой работе. Быть осведомителем, быть стукачем, конечно же, разумеется. И документы такие есть, он не отрицает, что его принуждали. Вот. Но сколько человек он заложил? И закладывал ли он своих товарищей? Я думаю, нет. Он тогда был честным человеком. Вот. И то, что это выдающийся деятель последние вот годы поливается грязью со стороны недожелателей, ну, это, мне кажется, неправильно. Тут надо понимать сложности времени. И как в таких вот очень сложных условиях, сложных таких обстоятельствах, человек остался самим собой честным. Хотя обстоятельства были очень-очень жестокие. Ну, и в отношении вот этой вот женщины, которая стала настоятелем монастыря, я думаю, что вот такая же история произошла. Да, и демонизировать этот факт не стоит. У них еще такой, как бы, пикантность в том, что они считают, что те, кто сотрудничал с КГБ, это те, кто сотрудничали с оккупационными властями, значит, они коллаборационисты. И у них еще такое к этому отношение. Но в мае Национальный архив Латвии обещал опубликовать доносы этих людей. Следующая новость заключается в описании финансово-экономической-демографической ситуации, которую я попрошу вас порекомментировать. В конце декабря Владимир Владимирович Волков объяснял причины нашего лидерства в задолженности нашего бюджета относительно собственных доходов. Он привел такие, с его точки зрения, объективные причины. Во-первых, у нас были федеральные и международные мероприятия, которые мы финансировали, и нужно было привести на высшем качестве. Потом мы строили социальные объекты, большое количество дорог, по его оценке. И он говорит, что со стороны федерального центра претензий по целевому использованию, не целевому, не возникло. И вообще, в соответствии с планом, который разработал Минфин России, для нашей республики у нас собственные доходы за пять лет выросли в полтора раза. То есть он очень оптимистично смотрит и рассказывает, какие налоговые льготы мы отменили, какие налоги мы повысили, для того, чтобы повысить доходы и уменьшить эту задолженность. Ну ладно, это я не буду рассказать. Вот еще какие у нас интересные цифры. Это то, что воловой оригинальный продукт у нас вырос за год на пять процентов, промышленная продукция выросла на три процента, аграрная продукция на один процент и так далее. И трудность у нас в том, чтобы уменьшить нашу задолженность, в том, что нам и банки не предоставляют кредиты. У нас в декабре, в мае понизили рейтинг, а в декабре, 19 декабря, аналитический кредит на рейтинг агентство еще понизило рейтинг. Поэтому вот такая у нас репутация кредитная. Долг госпредприятия 15 миллиардов рублей из всего, из 60 примерно, а доходов ежегодно у нас 37 миллиардов. Вот такое сопоставление. Количество проверок у нас уменьшилось в этом году, Роспотребнадзор сообщил, а по субъектам малого бизнеса за три года, даже в 16 раз, по их информации уменьшилось. Число безработных на 6 процентов уменьшилось, Министерство соцзащиты, говорит. А замминистерства юстиции, бывший руководитель ЗАГСа, сообщил, что у нас, значит, в год около 4 тысяч браков. В год рождается 7 тысяч детей, а смертей 11 тысяч. Как бы вы в целом прокомментировали у нас статистику нашего региона? Ну, то, что регион банкрот, это очевидно. Но дело в том, что в России много таких банкротов. И как тут быть, я думаю, что никто не понимает. И по европейским оценкам, если 30 процентов долг, это уже банкрот. А у нас за 200. Зашкаливает все, особенно в Пордовии. Но дело в том, что в этом виноваты не только местные власти, но и федеральные власти, которые какие-то проекты просто навязывали. Очень крупные такие имидзовые мероприятия заставляли проводить. Которые были нацелены не на приобретение, а на долги. Вот, и как тут быть, никто не знает. И в том числе, для того, чтобы... Мероприятия были очень зарплатные. И объекты были очень дорогостоящие. И как тут быть, никто не знает. И еще повышение среднего уровня зарплат, тоже оно очень сильно для всех регионов. Было тяжело. Но для того, чтобы понять целый уровень жизни, по Мордовии пришлось, как силы, за такое нарушение цифр бюджета. Ну и чемпионат мира все-таки не хухрый-мухрый. Такие объекты, как стадион футбольный, вся инфраструктура. Они, конечно, были очень дорогостоящие. И просто они были неспоставимы с теми финансами, которые есть в нашем регионе. Вот, поэтому неудивительно, что республика банкрот. И какие-то пути найти, наверное, просто невозможно. Выходы из этой ситуации. Потому что экономика настолько слаба, что она не может восполнить даже какую-то долю вот этих всех затрат. Ну, это вопрос общегосударственный. Это вопрос очень больших таких диспропорций экономических и финансовых. И одно из главных зол здесь – это страшнейшая централизация экономики и финансов и управленческих функций в Москве. Даже больше, чем в советское время, Москва оттягивает все ресурсы, 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 уже и людские ресурсы. Она оттягивает не только финансы. Вот, и это страшное дело. И получается, что регионы просто находятся в вакууме финансово-экономических возможностей, все меньше, меньше, меньше. И как здесь требуется региону, чтобы он расплатился по долгам. Это, конечно, совершенно невозможный вопрос. То есть Россия живет за счет средств, которые мы добыли в Сибири, решения принимаются в Москве, а обязательства… Ответственность перекладывается на регионы. Вот, но для того, чтобы не потерять лицо перед миром, даже в провинции проводятся такие широкомасштабные мероприятия, которые поражают воображение приезжих иностранцев. Вот, но оказывается, что надо будет платить по долгам кому-то. Кому? Ну, провинция не может это сделать. Москва это не захочет. А вот те регионы, которые доноры – Западная Сибирь, Татарстан – захотят ли они оплатить все эти страшные долги? Вот в чем вопрос. Это, между прочим, ведет к конфликтам регионов. Может быть, даже к очень нехорошим столкновениям интересов регионов. Потому что какие-то регионы зарабатывают и посылают все в федеральную копилку, какие-то регионы только тратят и просят, 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 просят. Вот. И тут надо, конечно, очень сильно разбираться и какой-то компромисс находить. Иначе все это просто будет, как снежный ком, увеличиваться. Вот эти вот жуткие диспропорции экономические, социально-политические будут увеличиваться. Это может привести к очень нехорошим конфликтам. Как раз вот это может стать причиной таких конфликтов внутри России. Не политика, не национальные какие-то вопросы. Они все уже в прошлом. И какой-то регион сейчас не будет выходить из состава России просто потому, что там какие-то национальные силы сошли с ума и так далее. Это все глупость, конечно. Вот. А сейчас причина будет такая. Ресурсы, финансы, федеральные финансы. Как их делить? Почему они были в прошлые годы неправильно распределены? И что с этим делать? Как это перераспределять по-новому? Это очень серьезный вопрос. И здесь могут быть очень нехорошие последствия. Кроме реализации на практике принципов конституционных, принципов федерализма, которые у нас в России отсутствуют, у нас на практике монетарное государство, еще вот с этим я согласен, что это федерализм очень важный институт, и он очень полезен. И в том числе для целостности международного, как сказать, межнационального общества российского. Еще важно брать пример с лучших образцов. Последняя новость у нас, в которой я провожу сравнение с Южной Кореей, Виктор Борисович. 21 ноября, будем считать декабрьскую новость, руководителем Интерпола, Международной организации уголовной полиции, избран гражданин Южной Кореи Ким Чон Ян. А до этого еще два раза на пятилетний срок избирался генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, гражданин Южной Кореи Пан Ги Мун. Тоже довольны были им коллеги. Коллеги, и теперь сравнение. Мне кажется, Мордовия, по сути, может брать пример с Южной Кореи. Потому что по площади территории, если убрать из Южной Кореи горный ваншафт, вулканы, 3000 необитаемых островов, равнинные территории, я проверял примерно равные площади Мордовии. И вот что происходит с этой страной, у которой площадь, как у нашей республики. У этой страны население в 64 раза больше, плотность населения в 16 раз больше, воловой внутренний продукт Кореи в 420 раз больше, ВВП на душу населения в 8 раз больше, там тоже нет месторождения, как и в Мордовии, природные ресурсы заводятся из-за рубежа. Климат согласен теплой, даже зимой около нуля. Административное отделение примерно такое же, у нас 25 единиц, у них 9 провинций, 6 городов метрополий, один город особого статуса. На той же самой территории у них железнодорожных путей в 6,5 раз больше, автомобильных дорог на той же самой территории в 17 раз больше, автодорог с твердым покрытием в 18 раз больше. Смотрим теперь разгадка. Почему такое может быть? До 98-го года Южная Корея была одной из самых коррумпированных стран, потом в конце 97-го года пришел президент, избрался на президентских выборах Ким Дэ Джун. И у нас может ли избраться в Мордовии и в России на выборах другой кандидат, независимый от системы. Там смог. Кроме того, и он объявил войну коррупцией, реально, не то что объявил, а реально провел. Двух предыдущих президентов уличил, доказали, и он их помиловал, то есть без насилия, провел либеральные экономические реформы, автоматизировал государственную работу, электронный документооборот, вел взаимодействие с государством электронно. Ладно, проехали. Предыдущий президент Южной Кореи, Пак Кэнхэ, женщина, она была отстранена за коррупцию. Может ли у нас быть глава республики, прошу прощения, или президент отстранен за коррупцию? Кем она была отстранена? Независимым парламентом, национальным собранием. Есть ли у нас в Мордовии или в России независимый парламент? Может, в этом разгадка, разница в уровне жизни. Дальше, через процедуру импичмента. Может, у нас в Мордовии или в России такая процедура произвести? Нет. Независимый Конституционный суд в Корее подтвердил это. Есть ли у нас независимый Конституционный суд? Судебная система вообще в Мордовии, в России. Дальше. Следующим президентом, который сейчас есть, избран президент от другой партии. Есть ли у нас другие партии, которые одинаково могут претендовать? Дальше цифры. По паритету покупательной способности ВВП Корея занимает 11 место в мире, не то что среди регионов, а в мире. А Мордовия, которая имеет такую же территорию, какой оно не занимает? Дальше. В Корее. Значит, там один из крупнейших паромных флотов. 111 аэропорт. Корея крупнейший в мире судопроизводитель. Аэропорт Инчхон один из крупнейших в мире, по многим показателям. Там соглашение о свободной торговле в Южной Корее с Европейским Союзом. Есть ли у нас в Мордовии свободная торговля с разными странами? Или у нас протекционизм? Сфера услуг больше 70% в Корее. А у нас аграрный сектор, промышленность, вот эти дремучие из XIX века сферы промышленности. 10 спутников Южной Кореи. По плотности роботизации Южной Кореи на первом месте в мире. Средний мировой 85, у них 670. У нас 4 на 10 тысяч занятых в отрасли. Samsung, LG, Hyundai, всем известные. Hyundai Motor Group, южнокорейская группа компаний. Четвертый в мире автопроизводитель. В России из 5 самых подаваемых автомобилей, 2 российских, это Lada Granta и Lada Vesta. Остальные 3 это южнокорейские. Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta. Потом Южная Корея тоже находится в состоянии холодной войны. А то мы говорим, что Россия ведь воюет, у нас вокруг враги, все нас ненавидят. Но у них тоже война. У них 7 в мире бюджет военный. 11 по величине оборонный бюджет. Тратить 15% бюджета на армию, это 7 в мире. А виноват, 7 в мире численность действующих войск. И Южная Корея второе место в мире по количеству военнослужащих, на душу населения после Северной Кореи, которые с ней воюют. То есть огромные деньги на армию, и тем не менее, вот такая разница в уровне жизни с нашей дорогой республикой. Как бы вы это объяснили? Стоит ли нам брать пример с такого развитого государства? Это невозможно. На все вопросы надо ответить нет, 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 еще раз нет. Общая только площадь территории. Все остальное совершенно разное, поэтому тут сравнение абсолютно корректное. Так сравнивать нельзя. Я помню, лет 10 назад, один из наших руководителей съездил в Женеву. Ему там очень понравилось все. Городской транспорт, уборка мусора, благоустройство, городские службы, как работают. А население этого города, так как население города Саранска, и приехал сюда, он сказал, вот с кого надо брать пример. У нас же все совпадает абсолютно. И население, и площадь, и все такое. Мне хотелось ему сказать, а бюджет ты сравнивал? Какой бюджет у города Женева, и какой бюджет у города Саранска? Во сколько раз они отличаются, эти бюджеты? Ну и все остальное тоже. То есть вот такие вот параметры, количественные, брать за основу сравнений нельзя. А эти количественные параметры говорят о разнице в обществе Мордовии, Саранской, Южной Кореи и Женевы? Этот же бюджет, он зависит от того, какого качества общества? Насколько оно может создавать доход? Корея – это маленькое государство, но оно находится в исключительно таких уникальных, природных, географических таких условиях, геополитических условиях. Корея – это одна из древнейших цивилизаций культур мира. Которая в 20 веке, очень такая интересная история прошла, политическую, военную историю, с расколом государств пополам. Такая драматическая история, очень даже… Тем более удивительно, как они так взметнулись вверх, по моему жизни. Это как они решили в конце 20 века проблемы очень маленькой территории, очень большого населения, ограниченности ресурсов, но они смогли все свои преимущества тут раскрыть. То есть это какая-то религиозная культура, послушание, чинопочитание, система чиновничества, система образования. Это все, наверное, сохранилось с каких-то средних веков, с древнейших времен, таким незыблемым, незыблемой традицией. Ну, у Северной Кореи те же самые традиции. Да. А уровень жизни и качество жизни? Ну, они просто другую грань конфуцианства или буддизма восприняли в качестве руководящего направления. В принципе, да. То же такое же подчинение государству, то же такое же чемпочитание. Ну, фатализм звучит в Ваших словах, Виктор Борисович. Разумеется. Ну, вот две модели на одной почве было взращено. Северная и южная модель. Но дело в том, что нельзя сравнивать Корею, даже вот такую объединенную, и фрагмент Большой Российской Федерации. Надо сравнивать одну страну и другую страну. Вот. А они несопоставимы. Нельзя сравнивать какую-то область или регион небольшой, или республику автономную, бывшую, национально-автономную, и такое законченное государство. Надо сравнивать всю страну. А страна это большая, Россия. И тут совершенно другие проблемы, противоположные. Вот это как раз тот пример, когда мы сравниваем абсолютно противоположные вещи. Россия страна самая большая по протяженности, самая большая по площади. Россия, в основном редко такая заселенная, с большими проблемами в коммуникации, с большими проблемами с экологией, и так далее, и так далее, и так далее. Дисбаланс есть в системе расселения, она вообще сейчас вся порушена. В Корее, наверное, она в отличном состоянии. Система городов, сел, поселков и так далее. А у нас она рушится прямо на глазах. Поэтому нельзя эти две страны сравнивать. Корею можно сравнить с Японией, можно сравнить с Бельгией и Голландией. Вот эти страны, маленькие, плотно селенные, они героически решили свои проблемы в 20 веке. Очень успешно. Это пример для других стран. Но воспользоваться этим примером нельзя, потому что больше таких маленьких, парадмитных стран нет. А вот большие страны должны решать свои проблемы. Они тут совершенно противоположные. Если в Корее мизерные расстояния, в Голландии скучность, плотность населения большая, и там они вынуждены, в Голландии, искусственно сушу делать, потому что на полстраны это поднята земля и опущенная вода, отведенная вода, то у нас другая проблема. У нас очень много территории брошенной, неиспользуемой, дикой. Это совершенно другая проблема. В этих маленьких странах нет проблем коммуникации. То есть приехать из одного пункта в другой. В 15 минут это уже в другом городе. У нас же это неделя, чтобы пересечь страну. Несмотря на то, что у нас такая вот какая-то пестрота, такая административная, есть и федеральные округа, у нас есть национальные республики, области, края и так далее. Ну, это одно слово «система». На самом деле, такая страна, которая так вот трудно расчленяется, тем не менее, на какие-то отдельные части. Мы можем проехаться по Мордовии, выехать в Нижегородскую область, или там, в принципе, то же самое. Или в Пензенской области. В принципе, тот же самый ландшафт, все же самое хозяйство, только другое имя у губернатора. Вот, то есть это единая, очень большая страна. И проблема тут совершенно другого плана. Ну, плюс история, климат и многое другое. Что, конечно же, совершенно меняет картину. Вот, поэтому это совершенно некорректное сравнение. Тут надо найти такую страну, с которой можно было бы корректно как-то себя споставить. Китай, Индия, Бразилия. Вот, пожалуйста. Вот надо смотреть на эти страны, как они развиваются в последние годы, или же не развиваются, и по какой причине. И вот устройство такое, вот у них территориальное, ну, может быть, похожее на наши размеры, и коммуникации в таком же состоянии. И попытка вырваться в лидеры региональные, у них тоже похожа на нашу попытку сохраниться региональным лидером в Евразии. Вот, вот с такими странами можно сравниваться. Вот, и может быть найти какую-то провинцию в Китае, или какой-то штат в Индии, или вот в Бразилии, какой-то регион найти, и сравнить Мордовию вот с этим вот регионом. Как он там функционирует, в каких отношениях он вот с федеральным центром. Есть ли там такие регионы, которые имеют большую прибыль? Наверное, есть. А есть регионы, которые вот испытывают недостаток в средствах и получают их из федерального центра? Наверное, есть. И вот, найдя такой регион, в Индии, в Китае, или в Бразилии, можно поставить Мордовию. Ну, допустим, в Бразилии был чемпионат мира по футболу, и наверняка там тоже в провинциальных городах были такие какие-то очень активные мероприятия. Ну, строили студионы, там проводили состязания. Вот. Надо посмотреть этот регион, и как он себя чувствует после этого мероприятия. Восстановился ли он? Какие были финансовые отношения с центром? Смогли ли они всплотиться? Вот, я думаю, вот так вот надо тут анализировать, споставляя себя с другими странами, найти какой-то конгениальный регион в большой стране федеральной, которая развивается. Тогда мы получим какое-то очень точное сравнение. А вот про Грузию тоже говорили, что это православная сторона, она была самая коррумпированная. А реформы Саакашвили привели к тому, что был экономический рост самый высокий в Европе. Коррупции нет, даже все противники подтверждают, что до сих пор после него уже, а коррупции до сих пор нет. Куча разготворствования, и все многие стереотипы, они порушились. Несмотря на то, что страна с такими же вроде бы бэкграундом, как и у соседних стран. Ну, трудно сказать. Может быть, какое-то изменение в сознании идет у людей, которые живут в Грузии. Может быть, они хотят действительно очень дружно войти в Европу, а там требования очень жесткие по вступлению в Европейский Союз. Хотя, конечно, какая Грузия и Европа, это же Азия. Вообще-то говоря, географически это Азия, и Турция тоже Азия. Но они хотят вот по такому стандарту, может быть, жить. В каких-то сферах, может быть, они достигли вот этого стандарта. Все-таки Грузия – это маленькая страна. Страна небольшая. Второе – там промышленности серьезной нет. Там есть сельское хозяйство. И туризм. Более-менее налаженное. Ну и какие-то сферы туристического, может быть, обслуживания, бизнеса. Вот это и все. Вот, поэтому, может быть, в этом отношении даже проще. То есть не нужно делать переворужение старых предприятий промышленных, как-то переоснащать их, переделывать, чтобы они были более экологичные. Возможно, у них этих проблем просто нет. Вот. И не занимать те проблемы, которые есть, и которые решить, может быть, реально. Допустим, это коррупция. Ну, почему бы нет? Я вполне верю, что они могли эту коррупцию искоренить. Независимый парламент, независимый конституционный суд. Почему бы нет? Дело в том, что Грузию довольно долго и тяжело трясло. И там даже была гражданская война. Может быть, они после вот этих потрясений как-то смогли очиститься. Как-то переродиться, может быть, даже. Ну, конечно, в это трудно поверить, но кто знает. Может быть. Почему бы нет? Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за декабрь 2018 года. Комментировал председатель Мордовского регионального отделения Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест и КОМОС Виктор Борисович Махаев. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.